Мурманск славится не только своими спортсменами и юмористами, но и знатоками. В интеллектуальной игре «Что, где, когда» наш земляк Алексей Бакуменко одержал победу в составе команды Андрея Козлова. Совсем недавно Андрей Сусоев поздравлял с дебютом капитана команды «Норманны» Михаила Савченко, который выступил в первом турнире весенней серии «Что, где, когда». Тогда зрителям удалось обойти знатоков, но в этот раз интеллектуалы победу так просто не отдали. Команда, в которой играл мурманчанин Алексей Бакуменко, вырвалась вперед со счетом 6-5 и стала главным претендентом на выход в финал. Буквально 2-3 недели мы отмечаем взлет мурманчан. Это и замечательное выступление в КВН. Недавно мы встречались «Что, где, когда» с Михаилом Савченко, теперь у нас Алексей Бакуменко. И все вот такие, знаете, в очень интеллектуальных программах, да, или я их называю видом спорта, это действительно так. Потому что действительно здесь нужен не только объем знаний, а скорость ума. Алексей признается, что избавиться от волнения перед игрой полностью невозможно. Но в то же время это чувство помогает собраться и направить все свои силы на поиск нужных ответов. Самым сложным и нестандартным, по его мнению, оказался вопрос про сталинские высотки. Телезритель отыскал это созвездие. На карте Москвы, посмотрите, это 7 сталинских высоток. На всех шпилях звезды, кроме здания Министерства иностранных дел. Когда мы заходили в охотничий домик, где шла игра, и стояли возле банка, ожидая приглашения за стол, я поймался на том, что у меня зубы выбивают чечетку. И было не по себе, конечно, давление ощущалось. С другой стороны, когда садишься за стол и начинает звучать вопрос, то, конечно, все остальное отключается. И тут главное затащить. В ходе бурного обсуждения одного из вопросов мурманчанин озвучил верный ответ. Но команда проигнорировала его и ответила неправильно. Героям приходилось долго сидеть на месте, они начинали скучать. Их лица становились невыразительными. И художник просил писателя, который был отличным рассказчиком, беседовать с гостем, пока сам писал его портрет. Алексей, вы ведь это предлагали, да? Но, к сожалению, вас не послушали. Два-два. Алексей Бакуменко известен северянам как игрок мурманской команды «Норманны», завоевавшей на интеллектуальных турнирах множество наград. С самого детства знаток увлекался наукой. В школьные годы неоднократно становился победителем и призером различных областных олимпиад. Евгений Никоро напоминает молодому поколению, что достичь такого успеха может каждый. Самое главное – это стремление и упорный труд. То, что Алексей достиг таких высот и продолжает участвовать в игре, все на более высоком уровне, говорит о том, что каждый из школьников мурманских, из студентов может стать таким же. Надо просто работать над собой, надо стараться делать так, чтобы каждый твой день был маленьким подвигом. И тогда обязательно все получится. В честь победы в интеллектуальной игре главы города преподнесли знатоку подарок в виде книги и памятного сувенира.